Добро пожаловать на эту приятную и благодатную встречу. Я прошу Аллаха сделать эти мгновения из числа наших благодеяний на чашах весов. Это четвертая часть из цикла истории о татарах. В прошлой серии мы увидели завоевание татарами части исламского мира. Мы видели падение двух городов – Бухары и Самарканда. Мы видели террор, который устроил Чингисхан, прежде чем покорить два региона – Харасан и Хорезм. Один из самых больших исламских регионов на востоке исламского мира. И мы остановились на вторжении Чингисхана в город Балх на севере Афганистана. И на том, что Чингисхан дал правдивое обещание обеспечить безопасность жителям Балхы, но только в том случае, если они помогут ему завоевать остальные исламские города. И первым из завоеванных далее городов стал город Мерв. Город Мерв был очень большим исламским городом, обладающим колоссальным демографическим потенциалом. Жителей Мерва в то время было порядка 900 тысяч мусульман. Просто задумайтесь о цифре – 900 тысяч мусульман, то есть почти миллион, и для того времени это очень большой город. Удивительно, братья и сестры, то, что жители Балхы приняли предложение Чингисханы. И стали на самом деле помогать ему в походе на Мерв и в его завоевании в интересах татаро-монгол. Это что-то поразительное. Мы удивляемся, услышав об этом. Однако, субханаллах, давайте взглянем на это поближе и все вместе призадумаемся. Конечно, пропаганда того времени обрисовала для них то, что союз с великой силой, с величайшей силой того времени – это достоинство и мудрость лидеров, принявших это решение. И пусть исламские силы, мусульманская группа присоединится к татаро-монгольской армии ради обеспечения безопасности в регионе. И для подавления любого сопротивления, возникающего в исламских городах, даже если они имеют связи и отношения, религиозные, соседские и даже родственные с этими исламскими городами. Ведь практически все эти города близки и взаимосвязаны друг с другом. Так это преподнесли народу Балха. И действительно, народ Балха или войско Балхы выдвинулось вместе с татаро-монголами в войне против мусульман города Мерв. Это север Афганистана, дорогие братья. Если вы находите все это странным и удивительным, давайте все вместе вспомним историю падения Афганистана под натиском оккупации в 2002 году, всего лишь 17 лет назад. Мы увидим, как точно так же жители севера Афганистана стали сотрудничать с врагами-оккупантами в захвате Кабула. Все мы свидетели этому, мы видели это своими глазами. И, к сожалению, ни одна исламская армия, откуда бы то ни было, ничего не предприняла. Итак, татаро-монгольское войско направилось к большому великому городу Мерв. И во главе этого войска стоял сын Чингисхана. Они подошли к городу Мерв, жители города Мерв собрались и приняли решение обороняться. Это был первый город, который собирался дать отпор. Потому как все всем стало ясно, татаро-монголы нарушили каждое данное ими слово. И вот из города Мерв выдвинулось 200 тысяч воинов. Но учтите один нюанс, эти 200 тысяч воинов не имели абсолютно никакого представления о военном деле. Почему? Потому что в Мерве не было регулярной армии. Все воины отступили, дезертировали, обратились в бегство. Повсюду. Особенно после поражения лидера Мухаммада Харизмшаха, о котором мы рассказали в предыдущей серии. Регулярной армией больше не стало. Рядовые граждане участвовали в войне и делали все, что в их силах. Татаро-монгольская армия же, конечно же, была сильной, дисциплинированной, обученной армией, обладающей длительной военной подготовкой в сражениях как в Китае, так и с мусульманами на востоке исламского мира. Внутри города 700 тысяч человек снаружи 200 тысяч. И татаро-монголы, воспользовавшись простейшей военной тактикой, притворились, что потерпели поражение перед двухсот тысячами человек. Они стали медленно отступать и отступать, и эти 200 тысяч человек ринулись за ними. Пока татаро-монголы не окружили в запланированной засаде эти 200 тысяч мусульман. И они уничтожили их, дорогие братья, всех до последнего. Истребили, абсолютно всех. Вы только представьте. Ибн Аль-Асир, да помилует его Аллах, описывает эту бойню с известной горечью, знакомой нам о нем из его летописи из рассказов о татаро-монголах. Он сказал, мусульмане долгое время терпели угнетение, но слушайтесь в эти удивительные слова. Однако татаро-монголы не знают, что такое поражение. Нет такого слова «поражение» в татаро-монгольском словаре. Так Ибн Аль-Асир представлял мусульманский мир, полная капитуляция исламского мира. Пало 200 тысяч шахидов при первом же ударе натиска на город Мерв. Сын Чингисхана подошел к городу Мерв и ввел его в осаду. Большой, сильный, защищенный город. Чтобы не терять времени, он отправил письмо правителю города Мерв, в котором он обещал сохранить им жизни, если тот со своими горожанами выйдет и сдастся им. В третий раз они обещают гарантировать безопасность и в третий раз, как мы уже можем догадаться, они нарушают этот договор. Правитель же, желая сохранить жизни, согласился выйти. Он вышел со своими помощниками, наместниками и крупными купцами города. Большая делегация для встречи сына Чингисхана, и как только сын Чингисхана взял их под контроль, он заковал их всех и повелел составить список из имен людей, владеющих каким-либо ремеслом в городе Мерв, а также богатых, состоятельных людей. Два длинных списка, в одном имена ремесленников и мастеров. Естественно, ведь город Мерв был большим промышленным центром, одним из самых важных исламских экономических городов. А в другом списке имена зажиточных людей, купцов, бизнесменов. Затем город принудительно открыл свои ворота, и вошедший в него сын Чингисхана начал искать богатства мастеров и купцов. Мастеров он отправил в Монголию для того, чтобы те помогали созидать татаро-монгольское государство в самом его сердце. А богатых людей задержали и мучили до тех пор, пока они не указали на все свое имущество. Затем татаро-монголы, вошедшие в город, стали искать и присваивать всякое имущество и богатство. Они даже раскопали могилы правителей, правителей Мерва, стоявшие ранее у власти. Они откопали их могилы, чтобы убедиться, были ли захоронены вместе с ними сокровища и тому подобное. Затем в итоге они издали отвратительный указ – стереть весь город Мерв в порошок. Вот только подумайте, сколько людей было убито в городе Мерв. Оставшиеся в городе после ухода 200 000 воинов из 900 000 – 700 000 человек, дорогие братья и сестры. Все население вплоть до последнего было истреблено. В городе не осталось ни одного мусульманина. Были убиты все мужчины, все женщины и все дети. Это самое отвратительное в истории, что мы слышали. То есть, общее количество убитых мусульман в течение нескольких дней – 900 000 человек в одном этом городе. 200 000 на подступах к нему и 700 000 внутри самого города. Это что-то неслыханное в истории народов. Этот город исчез как с карты исламского мира, так и с мировой карты. Как-то давно существовал величественный город под названием Мерв, но после этих событий мы не найдем ни одного упоминания города Мерв в истории. Взгляните на эту карту сейчас – вы не найдете на ней слово Мерв. Абсолютно весь город предан забвению. Далее они направились к другим ближайшим городам. Они отправились в Найсабур, такой же большой город, и сотворили с ним все то, что они учинили в Мерве. Сын Чингисхана даже повелел обезглавить тела. И, субханаллах, они овладели совершенно невообразимым количеством имущества. Ведь это были богатые, весьма развитые экономические города. Они забрали все, и если что-то просто физически не смогли с собой унести, то просто сжигали это. Они не желали оставлять ничего живого в городе. В Аллахе они брали с собой горы шелкового материала, плотного шелка, и если нести становилось тяжело, то сжигали его. Невиданное в истории истребление и разорение. Они завладели всем регионом Харасана и перешли их местности Хорезм, сердцу Хорезмского государства. Они принялись за город Гурганч, неприступную столицу, и держали его в осаде пять непрерывных месяцев. Его жители были не в силах оказать военное сопротивление, так как нет армии, все воины разбежались. Они также не могут открыть ворота, зная, что они не смогут сражаться и будут убиты. Так они находились в осаде до тех пор, пока татарские войска после пяти подряд месяцев не пробили брешь в стенах Гурганча и не проникли внутрь города. И тут произошло кровавое побоище. Многие люди спрятались в подвалах, на кладбищах, в колодцах и тайниках, кто где только мог. Что же предприняли татаро-монголы? Они пошли к реке Сардирья и открыли плотину, находящуюся на ней, прямо перед городом. Вода реки Сардирья хлынула на город и полностью потопила его. И как рассказывает Ибн Алясер, тот, кто не умер от меча, либо погиб под завалами, либо оказался потоплен. Город исчез, и его история также завершилась. И сейчас мы ничего о нем также не слышим. Его больше нет на карте мира среди исламских городов. И это всего лишь некоторые отдельные эпизоды, дорогие братья. Я не пересказываю сейчас подробно обо всем, что устроили татаро-монголы в исламских городах. Это лишь часть истории похода татаро-монгол на исламские земли. И обратите внимание, все, о чем сейчас идет речь, произошло в 617 году по хиджри. Всего за один год, дорогие братья, татаро-монголы двинулись к Афганистану. Мы говорили о Балхе, что на севере Афганистана. Теперь они продвинулись к центру Афганистана и к его югу. Кто же правил этим регионом? Правителем был Джалалуддин, сын Мухаммада Харизмшаха, сын того самого лидера, который сбежал и умер в Каспийском море, о котором мы рассказывали в предыдущих сериях. Джалалуддин был его сыном. Видя повсюду окружавшее его прискорбное положение дел, он стал пытаться вернуть свое утерянное королевство, свое и своего отца. Он собрал войска, пытаясь дать отпор наступлению татаро-монгольской армии. Он мобилизовал войска Афганистана, а также отовсюду почти 60 тысяч дезертировавших солдат Харизма. К нему также прибыл один из правителей турков, чье имя было Сейфуддин Буврак. Он привел ему 30 тысяч турецких воинов, бывших одними из самых искусных воинов в исламской умме. К нему также явился правитель Гераты. Правителем Герата был мусульманин, его звали Маликхан. Как только татарские войска атаковали город Герат и пленили его жителей, он с группой своих воинов бежал к Джалалуддину. Джалалуддин организовал большую армию из всех этих разрозненных групп войск и расположился в городе Балк по соседству с Газни. Газни же считался столицей. Город Газни это центр одноименной провинции Афганистана. Там он поджидал татаро-монгольскую армию, которая вскоре и пришла туда. И видимо Чингисхан недооценил численность этой армии, а также сложный ландшафт земель Афганистана и ее высокие горы. И отправил только часть своей армии для сражения с Джалалуддином, сыном Харизмшаха, в местность Балк, рядом с Газни. Произошла ужасающая битва между Джалалуддином и татаро-монгольским войском. И, субханаллах, впервые в нашей истории побеждают мусульмане. Мусульмане побеждают благодаря сплочению исламских войск, объединению Герата с турками, с войсками Газни под руководством Джалалуддина, сына Харизмшаха, а также с харизмскими солдатами. И результат такого союза не заставил себя ждать. Естественно, во всех предыдущих городах была сильная разрозненность. И это временное объединение, временный союз принес свои плоды, субханаллах. Мусульмане одержали разгромную победу над татаро-монголами. Татаро-монголы потерпели первое поражение на исламской территории. Оставшиеся в живых обратились в бегство и вернулись к Чингисхану. Чингисхан удивился. Неужели в мусульманских странах есть те, кто оказывает сопротивление? Он отправил еще одно войско, на сей раз в Кабул, основной регион в центре Афганистана. Конечно, район Кабул очень сложный, труднопроходимый регион, располагающийся между горами Сулеймана и Киндукуш. Это по-настоящему сложная территория. Джалалуддин снова собрал свои войска. Теперь уже в Кабуле. И снова Джалалуддин одерживает победу над татаро-монгольской армией. И мы уже готовы говорить, что Господь Анауатале избавит мусульманские страны от тяжелых времен. Однако в этом втором сражении случилось нечто весьма и весьма опасное. В этом втором сражении мусульмане собрали множество татарских трофеев. Но что в этом плохого? Разве за получение трофеев мусульманами это проблема? Да, это проблема, дорогие братья и сестры. Проблема в том, что мусульмане предстали перед соблазном мирского. Когда татары-монголы встретились со страхом и почувствовали поражение во втором сражении, они бросили все свое имущество за спины, чтобы облегчить себе ношу для бегства. И воины-мусульмане, нашедшие имущество язычников на земле татаро-монголов, вожелали его. Они направились к нему и стали драться за него. Между предводителями мусульман произошла борьба за это имущество, за эти трофеи. Произошла борьба, соперничество, сражение между мусульманами, не языком или руками, а мечом, дорогие братья. Разве такое укладывается в голове? Как мусульмане могут сражаться за мирское, когда татары-монголы всего в нескольких шагах от них? Да, дорогие братья и сестры, мирское губительно. Посланник, саллиллау алей вассалям, говорил своим сподвижникам, лучшим из людей, лучшему поколению. Он говорил им, клянусь Аллахом, не бедности я боюсь для вас. Я не боюсь за вас из-за бедности. Если даже вы всю жизнь проживете бедными, в этом нет ничего страшного. А боюсь я для вас того, что достанутся вам все блага мира этого, как доставались они жившим до вас, и станете вы соперничать друг с другом из-за этого, как соперничали они. Посланник Аллах алей вассаляту ассалям совершенно точно описывает то, что произошло на земле Кабула. Описывает именно эту ситуацию словами, и станете вы соперничать друг с другом из-за этого, как соперничали они. И это погубит вас, как погубило их. Был убит один из братьев Сайфуддина Буграка, турецкого полководца, предводителя турецкого войска и искусственных воинов. Когда это случилось, Сайфуддин впал в ярость. И что же он сделал? Он взял эту 30-тысячную армию и покинул поле боя. Он отделился от армии Джалалуддина. И ведь сам Джалалуддин не был особо мудрым человеком, полководцем или борцом за ислам. Он преследовал всего лишь личные цели. Добивался мирского, пытался вернуть власть своего отца. Он не особо беспокоился о положении мусульман. Ситуация была критическая, дорогие братья. Это было что-то вроде предсмертной агонии. Это было временное объединение для сохранения мирского, для защиты и личных интересов. Армия мирской выгоды, дорогие братья. Это не было армией, сражающейся за будущую жизнь Ахират. И если даже такая армия одержит победу в сражении или в нескольких битвах, в итоге она непременно потерпит поражение. Иногда мы возлагаем большие надежды на безбожную армию, не думающую о будущей жизни, не думающую о рае, не боящуюся ада, не боящуюся Господа миров, субхана ва-та-аля, совершающую большие грехи и преступления. Порой мы связываем с ней свои надежды, полагая, что она может одержать победу, так как она многочисленна, отлично вооружена и хорошо подготовленна. Однако, дорогие братья, у Аллаха свои неизменные и незаменимые пути на земле. Если вы поддержите религию Аллаха, борясь за нее, он поможет вам победить вашего врага и утвердит ваше дело. Эта армия, которая ищет выгоду, ищет мирское, никогда не сможет получить помощь Аллаха. Сайфуддин Бурак отступил с 30 тысячами воинов. Джалалудин пытался уговорить его остаться рядом для последней битвы, пока конфликт с татаро-монголами не разрешится, но он не согласился. Его обделили в мирском и поэтому он отказался помочь мусульманам. Он взял своих воинов и ушел. Исламская армия под командованием Джалалудина перенесла глубокое потрясение, полное падение боевого духа, ведь это были лучшие воины в исламской армии. Не говоря уже о той борьбе, что произошла в командовании. На этот раз издалека пришел сам Чингисхан. До этого он отправлял отряд, затем еще один, но сейчас он пришел сам, чтобы лично увидеть тех, кто разгромил два его войска. И как только Джалалудин узнал о приближающемся Чингисхане, он сделал ровно все то, что сделал в свое время его отец. Он бежал с одного города в другой. И с ним бежала его армия. С ним бежал его народ. Так он добрался до реки Инд. Он пересек весь Афганистан, пересек юг Пакистана и добрался до реки Инд. Реки Инд, которая отделяла Индию и харизмского государства. И как мы говорили в предыдущих сериях, между Индией под руководством гуридов и харизмским государством во главе с Мохаммадом харизмшахом и его сыном Джалалудином, шла борьба. Но вместе с тем Джалалудин посчитал, что Индия, точнее гурицкий султан, всяко лучше, чем татары-монголы. Он попытался убежать через реку, но он не смог, он просто не успел, ему пришлось сразиться. Произошло одно из самых яростных сражений в истории мусульман, которым Чингисхан полностью без остатка разбил исламскую армию. И когда издалека прибыл корабль, Джалалудин, спасаясь, еле запрыгнул на него и даже не взял с собой свою семью. Он бежал в Индию. Он сделал ровно то, что сделал когда-то его отец. Его отец сбежал в Каспийское море, а он через реку Инд сбежал в Индию. Татары-монголы схватили его семью, убили его детей и забрали его богатство. Субханаллах, дорогие братья, история повторяется. И то, что сделал Джалалудин, повторили многие правители, подобные Джалалудину и Мухаммаду Харизмшаху. И последствия этого ложились с тяжким бременем на всю умму, которая была довольна такими людьми в качестве их предводителей. Как вы думаете, что сделали мусульмане после бегства Джалалудина сына Харизмшаха? И что сделали татары-монголы на бескрайних просторах исламских земель, которые остались без предводителя, без контроля и порядка, без войска и сопротивления? То, что сделали татары-монголы, мы узнаем по воле Аллаха в следующей серии. Прошу Аллаха, аззаваджаль, даровать нам поминание его путей, научить нас полезному и сделать полезным для нас то, чему он нас обучил. Только он на это способен и только ему все принадлежит. Ассаляму алейкум у рахматуллахи в баракату. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова